Я размышлял о 16 аяте сура Аль-Хадид. Это мединская сура. От многих сподвижников передаётся, что данная сура была ниспослана в 4 году хиджры. Прошло 4 года после переселения в Медину, и за это время мусульмане были испытаны многим. И одно из этих испытаний – это то, что сердца мусульман почерствели, и они начали проявлять небрежность и беспечность в поклонении Аллаху. После переселения в Медину мусульмане начали жить в комфорте и достатке. И это их испортило. Рвение к благодеяниям и желание непреклонно соблюдать требования Аллаха уменьшилось. Иман людей не был, как раньше, и были среди них лицемеры. Несмотря на то, что данная сура мединская, первые 6 аятов этой суры звучат словно мекканские. Возвеличивает Аллаха всё, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Данный аят знакомит нас с Аллахом. Как вы думаете, аяты, где знакомит человечество с Аллахом, не спосланы в Мекке или в Медине? Естественно, в Мекке. Следующий аят. Ему принадлежит власть над небесами и землёй. Он оживляет и умершвляет, и он всемогущий. Ему принадлежит всё. Всё, что на небесах и на земле подвластно ему. Четвёртый год хиджры. Знали ли верующие о том, что говорится в этих аятах? Конечно же, они знали это. Кажется так, будто эти аяты не спосланы для неверующих, для курайшитов, которые не задумывались о создателе, о создании небес и земли. Мусульмане же знали об Аллахе и о том, что всё сущее подвластно одному ему. Но Аллах делает напоминание мусульманам, чтобы мы задумались и поразмышляли вновь. Давайте начнём с чистого листа. Первый аят. Всё, что на небесах и на земле, возвеличивает Аллаха. Подразумевается, что с тобой не так? Что произошло с тобой, что ты перестал возвеличивать Аллаха? Он могущественный. Как возможно такое, что ты не признаёшь могущественность Аллаха? Он мудрый. Почему ты не веришь в то, что всё, что приказывает тебе Аллах, лишь во благо тебе? Почему у тебя нет уверенности в мудрости Аллаха? Ему принадлежит власть над небесами и землёй. Почему ты до сих пор боишься своих врагов? Вся власть у Аллаха. Как ты можешь бояться кого-то, кроме Него? У них оружие, у них деньги и власть. Так ты думаешь, это может как-нибудь тебе навредить? Аллах нам говорит, нет ничего, что не подвластно Ему Всевышнему. Так почему ты боишься творений, а не Творца? Ты боишься умереть? Ты боишься смерти? Аллах отвечает. Он оживляет и умершвляет. Аллах даёт жизнь и забирает. Наша душа не принадлежит нам. Мы же любим говорить «Моя жизнь», «Моя жизнь», «Мои правила» и тому подобное. «Жизнь не моя и не твоя», «Откуда мы вообще взяли эту приставку мою?» Всё принадлежит Аллаху. Он даёт и Он забирает. Он первый и последний. Эти слова можно по-разному понимать. Например, после пробуждения ото сна, первое, о чём мы должны думать, это Аллах. И то, о чём мы должны думать перед сном, это Аллах. Мы ведь должны отчитывать себя. Что мы сегодня сделали ради Аллаха? Что мы совершили, чтобы добиться Его довольства? Что я, незначительное творение, сделал ради твоего довольства, о возвышенной? Я ложусь спать и не знаю, проснусь ли. Я уповаю на тебя, о мой Господь.